Здравствуйте, это программа подробностей. Сегодня состоялось очередное заседание Городской Думы. И подробно о том, что мы, депутаты, сегодня на нем приняли беседу вместе с главой муниципального образования Город Рязань, председателем Рязанской Городской Думы Андреем Кашаевым. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте. Ну, наверное, самое важное из сегодняшнего заседания – это изменения в бюджет города Рязани, которые были приняты депутатами. И, в общем-то, можно отметить отрадный факт – бюджет немножко пополнился. Вы знаете, мы когда рассматриваем бюджеты и утверждаем их, и работаем над тем, как их сформировать вместе с администрацией, самый главный вопрос – каков результат этих изменений? Вот, на мой взгляд, результат всех последних изменений очень существенный. Он нацелен четко на наших рязанцев, на выполнение тех задач, которые стоят перед городом. В данном случае последние изменения в бюджет, пусть они не носят такого глобального характера, но они являются очень важными. Прежде всего, для развития трех направлений, тех направлений, о которых всегда жители города говорят. Прежде всего, это дорожное хозяйство, ремонт дорог, это увеличение мест дошкольных образовательных учреждений, и ремонт дворовых территорий и проездов к ним. Вот эти изменения коснулись, прежде всего, данных составляющих. Если брать в целом, то изменения расходной и доходной части бюджета произошли на 154 миллиона рублей. То есть, необходимо доходную часть мы увеличили, и расходную часть также, поскольку это говорит о расходах средств именно в этом году. То, что касается тех направлений, о которых я только что сказал, это, прежде всего, субвенции областного бюджета и вышестоящих бюджетов в размере 207 миллионов рублей, из которых 203 миллиона рублей идут на дорожное хозяйство, в городе Рязани, дополнительные средства, совершенно верно. Если мы говорим о дошкольном образовании, то здесь необходимо участие в программах и формирование этих программ по увеличению мест дошкольных образовательных учреждений. В данном случае, за счет перераспределения средств по ряду муниципальных программ, выделяется 39 миллионов на то, чтобы осуществилось строительство детского сада в районе Братиславский. Это та сумма, которую необходимо, чтобы город изыскал. Также порядка 5 миллионов отводится на реконструкцию сада по улице Горького, который совсем недавно был передан из владения Центра телекома, Ростелекома, городу Рязани. В соответствии, соответственно, 44 миллиона выделяется вот на это направление. Также многих жителей интересует и ремонт дворовых территорий. Мы, когда принимали бюджет, мы говорили о том, что он является очень напряженным. Действительно, это так и до сих пор это напряженность сохраняется. Тем не менее, социальные обязательства, которые на себя власти города берут, они выполняются. И более того, находятся возможности для того, чтобы все доходы именно направлять на нужды рязанцев. В данном случае 43 миллиона направляется на ремонт дворовых территорий. Поэтому и проездов к ним. Кстати, важная задача, поскольку, предположим, бывают ситуации, когда двор отремонтировали, а подъезды к этому двору в совершенно неудовлетворительном состоянии. Поэтому совместно с администрацией города мы этот вопрос прорабатывали и далее будем прорабатывать. И считаем, что постепенно вот эту задачу будем выполнять. Конечно, это не значит, что за один год мы сделаем. Наши рязанцы должны прекрасно понимать, что сразу все невозможно сделать. Всегда требуется постепенность и поэтапность. Мы ее выполняем. Андрей Анатольевич, еще ряд важных сегодня решений был принят. Тех или иных решений. Но они касались ряда знаковых объектов, которые должны вскоре появиться в нашем городе. Это военный госпиталь в Дашково-Песочне. Это больница скорой медицинской помощи. Решение было принято неделю назад на внеочередном заседании городской думы, в войске дня которого значился всего лишь один вопрос. Это новый жилой микрорайон для военнослужащих на Михайловском шоссе. Давайте буквально вкратце расскажем о том, собственно, каких изменений в рамках городского строительства стоит ждать горожанам. И насколько вот эти решения, которые были приняты сегодня, это закрепляют. Вообще к делам строительным, к архитектурным делам мы относимся очень осторожно. И прежде чем принимать решения, нужно прекрасно знать и понимать, и жители должны понимать. Мы уже не раз с вами тоже об этом говорили. Какие плюсы от этого, насколько это удобно, насколько это необходимо. То те объекты, о которых вы сказали, они действительно носят очень важный характер, имеют общегородской масштаб, и не только общегородской, а и более высокого уровня важности эти вопросы. Мы рассматривали в неочередном заседании нашей Думы вопрос о переводе изменений в правилах землепользования и застройки. И утверждали назначение земли в соответствии с изменениями в генплан, которые были приняты немного ранее. Зону предприятий мы переводили в зону лечебных учреждений. Это решение было необходимо для того, чтобы продвинуть и очередной этап выполнить важного дела, которое связано с строительством нового комплекса больницы скорой медицинской помощи. Если мы говорим о сегодняшнем решении, о передаче 80 тысяч квадратных метров в федеральную собственность, это мы говорим о передаче земли по строительству нового комплекса военного госпитета. Дашково-песочная. Дашково-песочная, совершенно верно. И, кроме того, по Михайловскому шоссе был участок переведен в зону жилищного строительства, прежде всего для строительства квартир вынослужащим. Это большая программа, которая реализуется в Министерстве обороны Российской Федерации. Поэтому были приняты все решения единогласно. Еще одно решение, которое я так вот уже успел посмотреть, заинтересовало прессу. Сегодня мы согласовали муниципальному предприятию продажу такого действительно знакового, наверное, места в городе, общественного туалета в районе улицы Мюнстерской. Зачем же мы покусились на святая святых? Ну, вы знаете, вообще центр города, Рязани, это очень важный, так сказать, район, поскольку мы говорим о развитии туризма прежде всего. И когда гости города и наши жители бывают в местах, в самом центре города, иногда можно говорить о том, что эти места отнюдь не соответствуют своему статусу расположенных объектов в самой центральной части. Город наш должен быть очень красивым и каким он является, но, конечно, нет предела совершенства, но мы должны делать все, чтобы город был действительно красив и привлекателен как для самих жителей, так и для гостей Рязани. Поэтому вот данный объект мы выставили на продажу, поскольку есть возможности, что на этом месте, это место является частью того большого туристического гостиничного центра, который на сегодняшний день устроится на улице Мюнстерской. И более того, скажем, то благоустройство прилегающих территорий к этому гостиничному комплексу, оно нуждается в благоустройстве также. Мы знаем, что много мероприятий раньше, особенно несколько лет назад, еще проводились на территории Лыбецкого бульвара в районе центрального рынка, но это, конечно, неприглядное совершенно зрелище, то, что собой являет Лыбецкий бульвар. Поэтому мы надеемся, что этим решением, это решение будет способствовать тому, чтобы на этом месте появились благоустроенные объекты, благоустройство было выполнено Лыбецкого бульвара. Вы знаете, сейчас идет также администрация города проводит работу по реконструкции почтовой, поэтому есть надежда, что и в этом вопросе это решение также будет способствовать, так сказать, положительному имиджу и облику города. Те объекты, которые уже давно не эксплуатировались, конечно, это отдельный вопрос, но тем не менее мы полностью за то, чтобы сделать и комфортным это место, красивым это место. Поэтому пусть оно решение о выставлении на продажу вот этого туалета, но тем не менее все это способствует действительно развитию благоприятной среды в нашем городе. Ну и что немаловажно, действительно доступны всем этой среды, потому что Лыбецкий бульвар будет доступен абсолютно всем рязанцам, и территория гостиничного комплекса, которая сейчас там строится, она не будет закрытой. То есть там люди смогут гулять, дышать свежим воздухом, что называется, наслаждаться теплыми, похожими деньками. Я благодарю вас, ну и, наверное, неправильно сегодня будет не поздравить наших выпускников. Действительно, буквально послезавтра в большинстве школ города прозвонит последний звонок, поздравление от главы муниципального образования. Дорогие выпускники, от всего сердца поздравляю вас с очень большим событием в жизни, потому что заканчивается важнейший этап жизни – это обучение. Обучение правильному, обучение разумному, обучение вечному тому, что поможет вам в жизни быть достойными людьми и развивать наш город, нашу страну, внося в ее развитие достойнейший вклад. Мы очень на это надеемся и желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, процветания, радости и быть всегда достойными детьми города Рязани. С праздником! Спасибо! Сегодня в программе подробности мы подробно говорили о делах депутатских. С вами были глава муниципального образования города Рязани, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев и депутат Евгений Зайзин. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова